Всем привет, друзья, и добро пожаловать в DDH-2! В прошлой серии мы окончательно стали контрабандистами, даже я бы сказал, работорговцами. Я умудрился продать Тревору врачиху, и ещё мы умудрились мочкануть патруль свободы. В общем, теперь обратного пути назад нету, зато у нас есть репутация больше 70, и я могу купить новую броньку, чем мы с вами обязательно и займёмся. Тревор, солнышко ты моё, сыкливое! Да ты всё популярнее и популярнее, теперь я даже могу продать тебе лёгкую броню нашей фракции. А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Вот, значит, курточка, лёгкая броня контрабандистов, и, как я понимаю, купить я могу только одну единицу. Ну, блин, я даже не знаю, ребята, денег-то у меня не хватает, мне надо что-нибудь продать для того, чтобы купить эту броньку. Апает защиту, силу и мощь. Ну, в принципе, неплохая штукенция, но, опять-таки, как я уже сказал, надо что-нибудь продать. Для того, чтобы купить что-нибудь нужное, надо продать что-нибудь ненужное. И денег нам всё равно не хватает, то есть придётся продавать, видимо, ещё что-то. К примеру, можно часть повязок продать. Ещё, думаю, можно продать вот эти вот компоненты для ловушек, потому что я уже говорил, я ловушки не юзаю. Так что, почему бы и нет. Ну, ещё-ещё-то можно продать. Вообще, у нас денег и так уже достаточно, но надо некий запас создать, поэтому можно избавиться от каких-то ненужных нам вещей. К примеру, во, боеприпасы техника. Я тоже не использую их, я не ставлю турели, они мне как-то не очень нравятся, поэтому давайте с ракет мы продадим. Ну, и теперь я могу позволить себе вот эту броню контрабандиста. Не то, чтобы она мне прям очень нужна была, но без неё нас просто не пустят через мост. Ну, и давайте сразу же, наверное, её оденем на нашего персонажа основного. Джейсон, значит, ты у нас теперь одеваешься вместо вот этой вот стриптизёрской жилетки, ты одеваешь теперь кожаную куртку. Ну, а жилеточку мы передадим по наследству Тессе. Будешь донашивать за старшим братом. Отправляемся на север. Мост. Группа приблизилась к мосту, который охраняют контрабандисты. Хм, дружбан контрабандистов, да-да, слышал от Киры. Всё равно, будь осторожен, за этим мостом опасно. Какую-нибудь защиту, что ли, на цепи. Тревор продаёт кое-что, загляни к нему. Если намереваешься сразу идти в штаб, то тебе понадобится наша яхта. За небольшую плату, разумеется. Так, понятно. Значит, туда можно попасть только через яхту, да. А у нас, кстати, всего час остался до конца дня. Я не уверен, что мы вообще не зря сюда сейчас пошли. Так, ну чё, здесь у нас всё традиционно. Нас просят, опять-таки, обезопасить немножко эту область. И тогда мы получим репутацию плюс 3 и 50 баксов в придачу. Короче, ничего здесь нового нету. И за один час, как мне кажется, я нифига не успею добраться до города. Но давайте посмотрим, какие люди. Приятно с вами познакомиться. И вам не болеть. Нам нужно в штаб контрабандистов. Поможешь? Любые капризы за ваши деньги. Счастливчик. Поездка на яхте абсолютно безопасна, так как зомби-пловцов мы ни разу не встречали. Да и опадальщиков беспокоиться на воде не приходится. Вау, вот это я называю технологическим прогрессом. Может, сплавим куда-нибудь в Европу или в Азию? Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Радиосообщения из Европы звучат так же обречённо, как и местные. Мир в жопе. Но контрабандист никогда не говорит никогда. Фильм был такой прикольный с Шоном Коннорем. Ой-ой-ой, а чё так дорого-то? Давай-ка поторгуемся. Может, скинешь немного, как новичку в деле контрабандизма? Хе-хе, хоре подлизываться. Либо ты показываешь мне наличные, либо Джимми укорачивает мне шею. Никакой халявы. Ммм, найти язык через общие интересы. Да, помню времена, когда я рассекал волны на своём паруснике. Только море и я наедине друг с другом. Понимаешь, о чём я? Когда единственными твоими спутниками были рыба за бортом и бутылка Рома. Тормози, пока не засрал мне голову своими морскими сказками. Перейдём сразу к делу. Как товарищ по интересам, я предложу тебе 20% скидку. Но и ты пообещаешь мне чаще пользоваться моими услугами. Эй, Джейсон, не хочешь взять с собой стройную длинноволосую кошечку? Что это за яхта, если на ней нет сексуального тельца, мило улыбающегося и загорающего на палубе? Ммм, улыбается. Иса прибежала. Конечно, ты плывёшь с нами, и меня не волнует, что думает Джейсон. Я слишком стара для этого дерьма. Могла бы и по-нормальному попросить. Хорошо, забирайся на борт. Один чёрт, всё уже оплачено. Посмотрим, что нас ждёт. В какую гавань хотите отправиться? Ну, куда? У нас есть варианты. Штаб-квартира, контрабандосов. Отправляемся на север, но что-то мне подсказывает, что нас сейчас закинет обратно на базу. Вы доплыли до пристани штаб-квартиры контрабандистов и высадились на берег. Небольшая пещера. Было так весело, никаких мерзких зомби. Ты идёшь в штаб контрабандистов, да? Нам нужно встретиться с вашим лидером Джимми. Да, и со Стивеном есть кое-какие дела. Что-то мне, честно говоря, не нравится вот эта тишина. Мне кажется, что сейчас у нас будут какие-то проблемы. Ну, а пока у нас есть бутылочка воды. Точнее, пять бутылочек воды. Я слышал, у них здесь тоже есть арена. Но гораздо более опасная. Так что будьте осторожны, когда на что-то соглашаетесь. Кстати, об осторожности. Так-так-так, посмотрите-ка. Чё это у нас здесь? Принцесса Иса. И такая смущенная, как будто... Как будто, блядь, задолжала мне денег, мелкая воровка. Не то, чтобы кто-то верил в бога после апокалипсиса, но на все деньги, что ты мне должна, я мог бы отгрохать церковь. А, Джейсон, ты ведь не откажешься помочь такой невинной и совершенно не понимающей в чём дело девушке, как я? Сейчас мне как никогда нужен сильный мужчина рядом. Соблазнительно улыбается. И что ты сделала, Иса? Какие у тебя проблемы с падальщиками? Разве это имеет значение? Не верь ни единому слову этой грязной ведьмы. Она просто лгунья воровка. Могу поспорить, она ждёт подходящий момент, чтобы наебать и тебя. Посмотри, нас дохрена и мы хорошо вооружены. Разве стоит терять жизнь ради какой-то лживой суки? Ммм... Сказал такой же лжец. Так, ну понятно, короче. Ух ты ж, ё-моё. А Иса-то не промах, она взяла и поставила турельку. Но вообще, по сути, да, из-за баб одни проблемы. Вы фильм трое смотрели? Вот там это очень наглядно показывают. Короче, бедные падальщики сейчас умрут просто из-за того, что, блин, она им должна денег. Они просто хотели получить своё. Ну, ядрить-мадрить. Мне прям даже как-то неудобно перед ними. Но при этом я всё равно их замочу к чёртовой матери. Лэнс, давай сногсшибательную улыбку. Да, сногсшибательная улыбка не получилась. Но просто сногсшибательный выстрел очень даже. Ребятунчики, давайте вы просто быстренько сдадитесь и всё. И мы пойдём дальше по своим делам. Какая вам разница? Ваша судьба уже предначертана. Мда. Чё-то они не ведутся на эти бредни. Ну, я бы тоже не повёлся. Так, кого? Давайте, наверное, пехотинца. Или бродягу. Давайте бродягу. Потому что он стоит в центре, значит, наверное, самый опасный. Хотя, по сути, самый опасный это, наверное, охотник. Потому что он ещё собачек призывает. И нам лишние противники-то не сильно нужны. Но коли мы уже центрального начали бить, значит, его и закончим. А вот сейчас будем добивать, наверное, охотника. Ну, не хочу я с собачками знакомиться. Совсем не хочу. И самое обидное, что мы, скорее всего, реально не успеем дойти до города. До штаба контрабандистов. Нас сейчас отбросят обратно на базу. И нам потом придётся снова платить за право перебраться. Причём я, честно говоря, не знаю. Это что нам, до моста надо будет валить? Опять валить вниз на юг до моста. И потом на яхте на север. Надо бы найти какой-нибудь более короткий маршрут, как мне кажется. Так, всё. С ребятами разобрались. Иса, ты теперь нам должна. Спасибо, Джейсон, ты такой милашка. Я верну услугу. Завтра я приду в твой лагерь и помогу, чем смогу. И совершенно бесплатно. С тебя только питание. Ну, а пока у меня ещё есть кое-какие дела. Отлично, это круто. Какой ангелочек и совершенно не о чем волноваться. Ага. Так, я что-то не понял. То есть она завтра присоединится к нашей пати, я правильно понимаю? Эээ, чёрт, у меня один ход. И да, мы отправляемся на базу, к сожалению. Точнее, предварительно нам придётся здесь ещё немножко повоевать. Приветствую вас, друзья контрабандистов. Я проходил мимо, услышал шум и решил помочь. Подожди, кто из нас кому поможет? Я что-то не совсем понял. Мы ему или он нам? Ну, как я понял, когда у вас поднимается репутация какой-то фракции, время от времени, во время боёв, к вам будут подходить их ребята и давать вам... И, короче, вас защищать, да. Вот это здесь и произошло. Правда, пока я не вижу, чтобы он сильно нас защищал. Пока он стоит там в заднем ряду и рассматривает свою винтовку. А воюем исключительно мы. Но я смотрю, что ребята-то меняются. Вон там он вообще какой-то, я не пойму, вождь племени Большое Перо или что-то типа того. Так, я имею в виду падальщик. Лесную ведьму мы завалили. И остался, в принципе, этот самый падальщик, который косит явно под индейцев. Ну, молись своему маниту. Или как-то так, я не помню. Очень давно я читал Зверобоя. По-моему, маниту, да, их там Великий Бог или как-то так. А солдат, по-моему, даже выстрелить не успел. Или мне показалось. Дело сделано, удачи. Отлично вообще, отличный расклад. Да, ребят, день закончился и утомившись мы отправляемся на базу. Ну и теоретически должна прийти Иса. Приветики, народ! А вот и я! Расправьте свои крылья и возрадуйтесь. Ведь к вам прибыл ваш маленький лучик света, который наведет здесь порядок. Улыбнитесь, ведь у меня с собой мой надежный пистолет и противопехотные патроны. А также куча технических боеприпасов. И не подумайте, что это как-то коснется лагеря. Но я отлично управляюсь коктейлями Молотова. Я готова к любой работе. Дайте мне что-нибудь сделать. Спасибо, Джейсон, что спас меня от тех падальщиков. Я буду тебе кое-что должна подмигивать. Рад, что ты пришла. Если она действительно хочет помочь, пусть помогает. Но прошу присматривать за ней, Джейсон. Нам не нужен еще один инцидент со Стивеном. День 27. Мурмял, малыш. А вот и я. Доброе утро. Я не слышал, как ты вошла, Иса. Я просто хотел еще раз поблагодарить тебя за то, что ты такой отважный рыцарь. Это очень редкая черта в наше время. Хм, да не за что. Одна бы ты не справилась, я не мог взять и бросить тебя. Ты такой милый, когда смущаешься. Кто знает, может, однажды мы с тобой немножко заблудимся в лесу и усерднее поболтаем о том, какой ты герой. О, ладно, я не думай об этом. Я сама выберу подходящее время. Так что будь готов. Всегда. Это вообще прикольная перспектива. Ладно, я думаю, что мы знаете что? Мы, скорее всего, Тессу поменяем на Ису. Ну, просто потому что... Нет, не потому что я прям вот постоянно готов. А потому что у нее прикольные навыки. Так что у нас новый состав. Это Джейсон, Лэнс и Иса. Отправляемся снова в штаб-квартиру контрабандистов. О, кстати, тут у нас прямо рядышком есть теперь верфь вот эта вот. Хотел прокатиться. Так, да, у нас... Ах ты, черт, придется пойти денег заработать для начала. И только после этого я смогу, собственно, отправиться в этот город. Но этого я вам показывать не буду. Фух, целый день пришлось на это потратить. На заработок денег и на то, чтобы добраться до этой базы. Кто такие? А пофиг, добро пожаловать в скрипящий лес. Ну, давай пойдем пообщаемся с главным боссом. Видишь где-нибудь Стивена? Нет, думаю, стоит поспрашивать местных. Так, ну, нам надо найти главного босса, как я понимаю, да? По следу предателя. Мы идем сейчас. Так, а где здесь что вообще? Хотелось бы знать. Тюрьма есть. Ну, прикольно. Торговец есть. Арена. И лидер. Хм. Ну, давай начнем с лидера, наверное. Нас, скорее всего, сейчас опять куда-нибудь пошлют. Какого черта тебе нужно? Ну, я так и думал, да. Так, ну, давай начнем со штаба, наверное. Что ты можешь рассказать мне о вашем штабе? Как ты можешь заметить, у нас в лагере нет генераторов. Что вынуждает нас использовать факелы и костры, как в гребаном средневековье. И поэтому, чтобы придать образу старины больше правдоподобности, мы построили в лагере замечательную гладиаторскую арену. Врачей, правда, у нас нихрена нет. Не в правилах контрабандистов лечиться. Отсутствие врачей обусловлено еще и тем, что контрабандисты привыкли ампутировать все, что перестало функционировать. Да и людей, связанных с медициной, похитить удается нечасто. А устоять перед соблазном их последующей продажи еще реже. В целом же здесь неплохо. Есть бар и даже тюрьма. Сходи и полюбуйся. Ты не пожалеешь. Так, ну давайте. Я надеялся, что ты знаешь человека по имени Стивен. Это мой давний друг, которого я ищу. Обычно никто не вырывается ко мне только потому, что ищет свою подружку. Ты не прикуел ли? Хотя, с другой стороны, мне нравится твоя дерзость. В таком месте, как это, нужна смелость, чтобы тебя не нагнули раком. Думаю, ты был бы неплохим кандидатом для участия в боях на арене. И что мне там делать? Снова стать чемпионом? Так я уже чемпион арены лесной могилы. Ты чемпион лесной могилы? Хм. Черт возьми, неплохо. Арена там, конечно, поменьше, но мало кто выбирается оттуда живым. Моей арене нужна свежая кровь, так как половину моих пленников, то есть гладиаторов, покусали во время недавней атаки. Теперь мне нужна замена, чтобы вернуть страсти на поле боя. Пойми, моим тупым головорезам и грязным шлюхам иногда тоже нужно веселиться, иначе начнется недовольство. А что обычно происходит, когда люди недовольны? Они начинают бунтовать или делают какие-нибудь глупости. Мы и без того когда-нибудь умрем, или будем сожраны нежитью. Я слышал о тигре, который мог бы вернуть радость в нашу унылую контрабандистскую жизнь, но достать такое животное чрезвычайно трудно. Знаю только, что их привозят откуда-то издалека, но кто и откуда неизвестно. Да будь для арены тигра, и я расскажу тебе все, что знаю. Может быть, я даже узнаю, где находится твой друг. Как там его звали? Стефан? Стивен, и готов поспорить, что ты знаешь, о ком я. Ну хорошо, я достану тебе тигра, если мне представится такая возможность. Да у нас тут Шерлок, проще будь, и ты добудешь тигра или никогда больше не увидишь Стивена. Зомби в клетках арены ведут себя спокойно, но только пока их кормишь, а еды нынче так мало. Так, я не понял, он мне угрожает что ли? Добыча такого редкого животного, безусловно, будет достойно вознаграждена сверх уговора, верно? Нет никаких торгов. За тигра ты получишь необходимую информацию, и этого достаточно. С чего мне начать поиски? Контрабандисты славятся оборотом секретной информации. Уверен, что необходимую ты найдешь прямо здесь. Поговори с местными и выведай нужные сведения. Так, выбора нет, мы согласны. Так иди и достань мне тигра. Зашибись просто. Я бы хотел поговорить о шахте и обрушившемся туннеле, отрезавшем дорогу на юг. У меня нет времени на эту херню, займись моей чертовой ареной, поговорим, когда закончишь с ней. Я вообще думал, что это тебе надо, а не мне. Ну ладно. Ну и чего будем делать? Я фиг его знает, с чего нам начать вообще. У нас тут много всяких сюжетных заданий, которые нам надо бы пройти. Так, зомдекс для армии США, путь на юг. Интересно, а в штабе независимых меня бы тоже отправили какой-нибудь тигра искать или как? Ну давай поговорим, вот, блин, с кем бы. С торговцем давай пообщаемся. Что ты знаешь о контрабанде тигров? Тигр? И нафига мне тигр? Джимми упомянул, что кто-то в штабе знает о контрабанде экзотических животных. Правда? Тогда, думаю, тебе стоит продолжить поиски. С чего бы мне-то что-то знать? Мда. Странный какой-то торговец. Это барышня. Ну давай посмотрим, что у тебя есть интересного. У нее тоже, кстати, есть броня контрабандистов. А еще, так, ключ-карта. Интересно, а это для чего нужно? Надо будет запомнить, что они здесь продаются. Но мы тут себе ничего позволить-то особо и не можем. У меня, конечно, есть 130 монет, но мне кажется, что они пригодятся мне для чего-нибудь другого, более важного. Что у нас есть в тюряге? Давай посмотрим. Может быть, там есть какая-то информация. Охранник разрешает вам поговорить с заключенным. Меня зовут Мэйсон. Ты пришел, чтобы вытащить меня? Да, в общем-то, нет. Вообще-то, нет. Я просто хотел... Тогда уходи. Нам не о чем разговаривать. Такое ощущение, что, знаешь, как будто бы это я сижу в тюряге, а он снаружи со мной разговаривает. Дерзкий парень. Что вас интересует? Подработка меня интересует. И здесь у нас опять три задания. Курьер, телохранитель и опять, как обычно, уничтожить кого-то. Письмо лидеру в западный город свободы отнести. И телохранитель сопроводите человека в восточный город свободы. Ну, давайте, наверное, письмо в западный отнесем. Это, в принципе, халява. Мой клиент хочет тут бы терры-пыры, растопыры. Короче, как обычно, сейчас надо будет заплатить, да, 10 баксов для того, чтобы получить это задание. Ну и немножечко мы поднимем репутацию. Буквально на троечку. Это ни о чем. Ну и второе давайте тоже мы возьмем. Вот этого вот метработника надо будет проводить в восточный город свободы. Ну и это задание мы тоже с вами, соответственно, берем. В этот раз уже за двадцаточку. 20 долларов. Будем поднимать потихонечку себе репутацию. Но мне все-таки больше интересно, где мне взять этого сраного тигра. Что вас интересует? Да тигр меня интересует, но, походу, ты о нем ничего не знаешь. И что делать? Может быть, вот здесь на арене поинтересоваться? Может быть, там знают что-нибудь о тигре. Эй, малыш! Сам такой. Ваш босс Джимми хочет тигра для участия в боях на арене. Не знаешь, где можно найти? Звучит, конечно, интересно, но, к сожалению, я абсолютно не разбираюсь в контрабанде. Потрясающе. Походу, дело надо заключенного, наверное, как-то освобождать. Но других вариантов я не вижу. Похоже, что именно в нем все дело. Ну, давайте попробуем пообщаться еще разочек с этим заключенным. Может быть, прокатит? Меня зовут Мэйсон. Ты пришел, чтобы вытащить меня? Ну, окей, давай. Конечно же, я прошел такой длинный путь только ради твоего освобождения. Хорошо, рад это слышать. Похоже, моя репутация дает о себе знать. Касаемо другой темы. Ты когда-нибудь слышал о контрабанде тигров? Конечно, торговец Трейси знает, где найти такой бомбический контрабандный товар. Ой, бляха. Могу я получить несколько долларов за эту информацию? Как-то я поторопился с выдачей сведений. Завали, Мэйсон. Каждый младенец знает, что Трейси в курсе о любой контрабанде в районе. Не трать деньги на это, чувырла, странник. Погоди, Трейси? Значит, все-таки она меня обманула. Вот это ведь торговец Трейси, да? Заключенный Мэйсон сказал мне, что ты знаешь о контрабанде животных. Теперь тебе не отвертеться. Слово какого-то мошенника против моего? Серьезно? Не будь лицемеркой. Охранник тюрьмы подтвердил, что это правда. Эти болтливые охранники. Ладно, я знаю о контрабанде тигров. И что дальше? Наконец-то. Чего ты вообще так засуетилась? Мне всего лишь нужно найти тигра для вашего босса Джимми. Он хочет открыть новое состязание на арене. Сразу не мог сказать? Я получаю долю от прибыли с арены. Поэтому я тоже заинтересована в поисках тигра. Откуда мне было знать, что ты не какой-нибудь упоротый охотник, желающий повесить башку тигра себе над камином? Ваш босс мне доверяет. Я верну этого тигра, так как я тоже в этом заинтересован. В смысле вернешь. Он что, отсюда сбежал что ли? Хорошо, вот здесь на карте я отметил место, где можно получить более подробную информацию об этом деле. В смысле? Вот здесь? Так меня туда не пустят. Что? В штабе военных? Да тише ты, храни это в секрете. И я скажу, к кому обратиться. Дай угадаю. Это такой же хитрый лист, как и ты. Именно, это местный торговец Джо. Но никому ни слова. Если военный узнает, что он имеет с нами дела, его тут же казнят. А как мне туда попасть-то, мне интересно? Вообще зашибись. Ну, ты классно придумала. Это просто, блин, очень классно придумано. Поговорить с боссом контрабандистов. Так, разрушены туннели, доставить. Как мне попасть? Да уж, мне... То есть мне надо, по идее, подружиться с военными. А у меня с ними отношения, мягко говоря, не очень. Ну, не совсем пока еще не очень. Но, но не очень. Зомдекс для армии США. Ну, придется, видимо, зомдекс для армии США отправить, отдать. Вот таким вот макаром можно попробовать, да? Я правильно понял? Мы ищем тигра? Звучит интересно. Но, скорее всего, приучить такое животное будет непросто. Охотимся на тигра. Похоже, что все торговцы крышуются контрабандистами. Этот торговец Джо в штабе военных. Похоже, тоже их осведомитель. Ну, что, ребят, значит, что у нас тут по времени-то? 5.30. Вряд ли мы, скорее всего, успеем добраться сейчас до военных снова. Поэтому я предлагаю здесь немножечко все почистить. Но это будет, скорее всего, вне записи. Я вот сейчас пройду здесь по округе. И этот день у нас на этом закончится, скорее всего. И знаете, в чем проблема? Мне надо закончить задание сегодня. И поэтому мне надо отправляться в ночь по ходу дела. Так что почесали. Нам надо сюда вот зайти. И потом еще успеть зайти в западный город свободы. Не знаю, смогу ли я все это сделать за один день. А точнее, я бы сказал, за одну ночь. Так, сюда нам надо доставить письмо, как я понимаю. Спасибо, я очень доволен вашей работой. Держите вознаграждение. А, здесь нам надо было доктора доставить. Все ясно, понятно. Пойдем быстренько торганем. Может быть, избавимся от чего-нибудь. И заодно, может быть, патронов поднимем. У нас есть одно сердечко. Есть отмычки, которые я не собираюсь продавать. Повязки. Давай где-нибудь двадцаточку продадим. Повязок. Эти штуки, как я понимаю, нужны для шприцов. Которые я вряд ли тоже буду когда-либо делать. Хотя, черт его знает. Чем черт не шутит, что там дальше будет, тоже пока непонятно. Аптечки. Вот эту вот еду мы тоже трогать не будем. Хотя, с другой стороны, у меня 17 аптечек красных. 17, ребята. Так, потрошки. Потрошки имеет смысл, наверное, купить для дробовика. Кстати, а почему нам тут 85? Да, ну давай, давай, немножечко прикупим. Вот так вот, тридцаточку. А патронов для пистолета у нас нет. Ладно, отправляемся дальше. Нам надо еще дочапать вот сюда вот и отдать письмо. Блин, а тут ночью-то опасно идти, ребята. Ночью очень опасно идти. Вот, я так и думал, что обязательно мы на кого-нибудь нарвемся. И этот товарищ у нас бронированный. Поэтому давайте мы сюда закинем подарочек и сожжем его броню. Во, отлично. Ну как отлично? Защиты-то у нас нету. И теперь нас будут бить, и возможно, даже ногами. Но сначала давайте сногсшибательный выстрел по укушенному офицеру полиции. Лети, братюня, назад своего толстого друга. Ну и продолжаем его же. Его же продолжаем уничтожать всячески. Иса. Давай добьем этого парня. И еще нам надо поползуна уничтожить тоже. Да, поползуна уничтожить не получилось, и он сейчас будет кусаться. Нет, всего лишь коготка... Ах, ты ж засранец! Ты за что нашу кошечку обижаешь? А, это не засранец, это овца педальная. Понятно, поэтому и обижает. Ей просто завидно. Так, 495. Давайте поползуна все-таки добьем на всякий противопожарный. И вот уже дальше будем заниматься... Так, крепким громилой. В смысле? Нет, давайте мы защитную стоечку примем. Потому что за один раунд, мне кажется, я крепкого громилу не одолею. Ну и продолжаем выносить мозг этому крепкому громиле. В буквальном смысле слова. Так, давай. До свидос. Меня все-таки очень сильно интересует, как мы сможем попасть к военным. По ходу дела нам придется выполнять их задания. А я с ними уже несколько ухудшил отношения. Хм. Везде придется идти на какие-то компромиссы. Потому что если я буду выполнять задания военных, возможно, у меня понизится отношение с контрабандистами. Ни хрена себе от тебя разорвало-то, а? И на твою... Из какого места ты выполз у него, если не секрет? Ух ты, блин. Ну, ничего, тебе не поможет. До свидания. Так, ну и давай, девочка на девочку. Она на тебя там агрилась. Давай покажи ей, кто тут на самом деле рулит. И кто педалит тоже. Не показала. И обраточка сразу же прилетела. Так, ну ИСа, в принципе, сколько? 370 из 430. В принципе, не страшно. Так, давай. Блин, какая защитная... Сколько у тебя ХП-то осталось? 13. Да, давай, смена ряда. Ударное оружие. И давай добиваем ее. Кстати, надо бы нашему Лэнсу тоже сделать нормальное ударное оружие. Ммм, шапочка первого уровня. Классная шапочка, надо ИСи дать. Кстати, давайте пока не забыли, так и поступим. Правда, я думаю, что ей панамка такая не очень пойдет. Ну, что делать? Подлечим немножечко. Кого тут еще можно? Тебя давай подлечим. Тоже вот, съешь вкусняшку. Ну и мы почти дома. Ну, в смысле, почти принесли все, что нужно. Западный город свободы. Подожди, кому надо нам отдать письмо? Скажите мне, пожалуйста. Подработка курьер. В западный... Так, погоди. А кому? Прибыльная работа? Охрана на входе в ваш штаб посоветовала подойти к вам. Хорошие ребята, вам нужно попасть в штаб, да? У меня есть для вас идеальная работа. А в случае успеха я могла бы оказать помощь в получении легкой армейской брони. Даже если репутация этого не позволяет. А вот это уже интересно. К сожалению, вы так хорошо выполнили мое первое поручение, что теперь у меня нет парня. Поэтому не удивляйте, что я не уверена, можно ли вам доверять. Поэтому завершите две подработки в баре, и мы займемся делом. Ясно. Так, помощь с подработкой. Подождите, а кому надо отдать письмо? Скажите мне, пожалуйста. А, лидеру, наверное. Лидеру, лидеру, лидеру. Точно, точно, точно. Куплю. Ну, давайте сначала поторгуем. Правда. Ну да, зубы у нас тут есть на продажу. Так, патроны для пистолета. Только дорогие, да? По 4 бакса. Но меня что-то жаба придушивает, честно говоря, такие патроны покупать. Это у нас сухпай военных. И у нас есть различные вот эти вот металлоломы. Кстати, металлоломчик, я думаю, что стоит прикупить. Вещь очень ценная и довольно редкая. А это у нас набор для улучшения брони. Нет, это нам неинтересно. Водичку давай прикупим. За 10 баксов. Потому что с водой у нас тоже бывают проблемы. Итак, отправляемся к лидеру. По-моему, надо ей отдать. Все-таки это письмо. У меня есть важное письмо. А вот, наконец-то, и наш почтальон. Заждались. Отлично, значит, выполнили задание. Почему мне, собственно, репутацию у них за это не подняли? Насчет пропавшего врача. Мы нашли место, где должна была быть Натали. В общем-то, мы и саму Натали нашли, но не совсем живую. Мутанты разорвали ее на части. Очень жаль. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что с ней. Но вознаграждения не ждите. В армии награде сопутствует только успех. Зашибись вообще. Отличная идея чего-то. Как вы, наверное, заметили, эти мутанты становятся значительной проблемой. У нас есть серьезные основания полагать, что обладая такой мощью, они в состоянии захватить все ближайшие районы. Нужно срочно объединить силы. На юге есть шахта, но доступ к югу через нее на данный момент затруднен. Чтобы решить эту проблему, нужны способные люди. Вы уже бывали в Гранд Каньоне, поэтому я поручаю вам поговорить с нашим лидером напрямую. Вы найдете генерала Чарльза в штабе армии. Вот расположение штаба на карте. Однако за присест вам до штаба не добраться. Это плохо. О своем лагере нам тоже нужно заботиться. Так что же тогда делать? Как вы уже знаете, под городом Свободы снова работает сеть метро. Воспользуйтесь ею и поговорите с генералом. Ну, я даже не знаю, ребята. На самом деле, может быть, нас и пустят теперь к этому генералу. Но что-то мне подсказывает... Так, красавчик, письмо доставлено в полной сохранности. Что-то подсказывает мне, что нас опять оттуда отфутболит. Поэтому мне кажется, нам надо выполнить задания, которые нам дадут вот здесь в баре. И начинать повышать репутацию здесь у военных. Хотя черт его знает. Ну, давай сейчас узнаем, что тут есть. Возможно, мы потом еще пообщаемся, соответственно, вот с этой вот дамочкой, которая теперь с нами не хочет разговаривать из-за того, что мы ее парня мочканули... Ну, не мочканули, но мы на него просто забили. Господи. А где наш персонаж-то вообще? Я что-то не могу понять. Я что-то нажимаю, нажимаю. Он куда-то потерялся. Ага, вот он. Но он не может отсюда выйти. Э-э-э, по-моему, я забаговался, ребятушки. Ладно, мы можем вот так вот сделать, на самом деле. Нет, не можем. Отличная игра. Ой, ребята. Просрал кучу времени. Еще и в схватку вляпался. Ладно, наверное, на этом мы будем с вами заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Я пойду сейчас разбираться вот с этими вот барыганчиками. Ну, а в следующей серии мы с вами уже увидимся сразу в этом городе военных. Пойдем, во-первых, с Итаном поговорим. Там тоже надо будет, наверное, ему отдать зомдекс. Тоже, может, репутацию поднимем. Ну, и будем выполнять задание для барменша. Может быть, таким образом мы завоюем ее доверие. Получим от нее задание. И тоже получим повышение репутации. Кстати, она говорила, что она может нам броньку раздобыть. А бронька является своего рода пропуском. И это, возможно, позволит нам пройти в город военных. В общем, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайкосики. Пишите комментарии. Потому что только по комментариям и лайкам я могу понять, стоит ли вообще продолжать снимать. Иначе мне кажется иногда, что это никому не нужно. Короче, пишите комментарии. Заходите ко мне в группу ВКонтакте. Обязательно там проходит голосование, в которых можно принять участие и повлиять на судьбу тех или иных проектов на моем канале. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.